Добрый вечер, дамы и господа! И так поговорим о фильме «Эксмашина», который, конечно же, не прошел мимо моего пристального внимания, потому что я интересовался темой искусственного интеллекта довольно давно, и, в общем, это как бы моя тема, то есть как бы одна из моих веселых тем. В свое время я имел робота Айбу, которого мне дали на тестирование люди, которые продавали этих роботов в Софии, это было давно, это был где-то год 2003, если я не ошибаюсь, или 2002, ну, очень давно. Тогда меня этот робот очень сильно поразил, поразил он меня прежде всего своей живостью. Когда я его брал в руки, то он так завивался в руках, так выделал такие странные, то есть это даже непередаваемо, то есть он вел себя именно как живое существо. Если вы понимаете, о чем я, если вы никогда Айбу в руках не держали, то, разумеется, понять это невозможно, потому что на вид он кажется обыкновенным куском пластмассы и для кого-то, может быть, не очень казистого дизайна. Я относился, то есть он меня, ну, вначале я читал о нем, да, потом он меня привлек, ну, как такая машина довольно сложная. Я прочитал, что люди из французской лаборатории искусственного интеллекта, они используют как раз роботов Айбу для тестирования. То есть чем хороша Айбу, тем, чтобы можно многому было научить. Как вы знаете, есть комьюнити Айбу и так далее, где люди соревнуются друг с другом именно вот такими вещами, то есть они научают этих роботов чему-то, каким-то трюком, ну, трюком, к сожалению, да, иначе не скажешь, потому что про искусственный интеллект в данном случае говорить не приходится, то есть Айбу не может принимать самостоятельное решение в том смысле, в том объеме, в котором предполагается, что робот, который обладает действительно настоящим искусственным интеллектом, должен это делать. Но ощущение живости за счет множества сервомоторов, какое-то такое поведение действительно оно есть, там поведение какого-то существа, скажем так, более-менее осмысленное, то есть это не игрушка, однозначно не игрушка для больших мальчиков. Как это позиционировалось на рынке, это нечто большее, все-таки это определенный прорыв в этом смысле, то есть, кстати, Айбу уже не производится, так что это печальная вещь, ну, в этом смысле, то есть я всегда ожидал, что Sony будет как-то производить все новые и новые модели, все более продвинутые, но они этого не сделали, не знаю почему. Спрос никогда не снижался, собственно говоря, напротив, он возрастал, то есть такие вещи, какая бы, они просто не залеживались. То есть, да, сейчас он превратился в такую культовую вещь, которую, собственно, ее можно до сих пор купить на ebay, вот, если у кого-то возникнет вдруг желание, я искренне рекомендую. То есть, кому-то нечего делать, он хочет иметь какой-то такой персональный, персональный, ну, я не знаю даже, как это назвать, да, то есть, ну, домашнее животное. Электронное домашнее животное, вот самое подходящее, наверное, определение, плюс, которое там еще умеет общаться по сети, там, что-то скачивать, там, и так далее, и так далее. То есть, он много чего умеет, да, и такой мобильный какой-то гаджет, что ли. Вот, опять же, все это не подходит для этого дела. Было такие определения, когда ты с этим имеешь дело, даже какой-нибудь примитивной фарби, да, в какой-то момент вызывало меня, ну, я не знаю, ну, не то чтобы приступ восторга, да, потому что внешне этот фарби мне никогда не нравился. Ну, то, что он мог как-то быть каким-то интерактивным, ну, это было любопытно. Айбо, ну, это, естественно, не какой-то примитивной фарби, это намного-намного что-то более крутое. С тех пор, ну, на самом деле, по той же цене ничего никогда больше не вышло, на рынке не появилось в этой области. Все те роботы, которые продаются сейчас, это, они, ну, либо управляются дистанционно каким-то образом. Надо сказать, что Айбо это все-таки самостоятельный агрегат, да, самостоятельный агрегат, который сам подъезжает к заправочному блоку, сам заправляется, когда падает энергия и так далее, и так далее. То есть на каком-то уровне он сам принимает все-таки решения, а не просто какая-то дурацкая игрушка, которую ты управляешь при помощи пульта или как-то еще, да. Ну, вот такого говна очень много, оно продается где-то в районе, там, до 300-400 долларов. Есть еще и дорогие модели, всякие роботы, которые дерутся между собой, такие антропоморфные роботы, Айбот, по-моему, они называются, и так далее. То есть на самом деле есть куча всяких роботов, но все они не то, это не то совсем, чем был Айбо. Извините за такое длинное интро в этом случае. Я просто пытаюсь подвести вас всех к обсуждению, то есть к моей аналитике относительно фильма «Экс-машин». Это, в общем-то, как иначе к этому подступиться, если, может, мы говорим о каком-то искусственном интеллекте, потому что, ежели ты не юзал все это дело сам, то, конечно, и разговора быть не может. Ну, еще, конечно, знаменитый чат-боты имели место в моей жизни, то есть у меня был проект, связанный с этими чат-ботами. Вот, «Автобот» назывался проект, но это не важно совершенно. То есть, кто вдруг по какой-то странной причине не знает, что такой чат-бот – это очень простой софт, в который ты вводишь там в окошечко какую-то свою реплику, и он тебе как бы отвечает. Да, вот первый такой чат-бот «Элис» был в свое время, то есть один из первых, который типа прошел тест-тюринга или там чего-то он как бы претендовал на то, чтобы пройти этот тест-тюринг. Я уже, откровенно говоря, не помню. Когда я занимался этими вещами, я помнил всех этих чат-ботов, помнил все прототипы и прочее, прочее, прочее. Сейчас я уже все забыл, это было очень давно, опять же, это было в начале нулевых. Вот. Ну и, конечно, в тех же чат-ботах все зависит там от базы данных, от того, как ты научаешь этот чат-бот реагировать на какие-то реплики. То есть, это текстовой, в общем-то, бот, да, он ничего не делает, кроме этого. Хотя сейчас, ну, вот, продвинутые версии, они уже, так сказать, имеют и аватарчик какой-то анимированный, соответственно, который с тобой общается по тому же самому принципу. Просто вот есть аватарчик, есть анимашки какие-то, есть, значит, соответственно, что там еще есть. Да ничего там больше нет. Вот и все, как бы. Ну, и это стало частью какой-то промышленного уже, промышленного программирования, что называется. Да, эти все чат-боты, они применяются. Тогда это были какие-то эксперименты, сейчас это повсеместно в рекламных целях, во всяких тоже таких делах применяется. Вот. Как это связано с искусственным интеллектом? Ну, на первый взгляд, никак не связано. То есть это все то, что программируется нами, все то, что обучается нами, кажется нам ненастоящим. Да, ну как это, ну, то есть, как будто бы обучение кого-то, чего-то, ну, какой-то штуки, да, обучение какой-то штуки. Если у нее, у самой этой штуки изначально никаких мозгов не было, а ты ее обучаешь реагировать так или иначе на что-то, на какие-то раздражители, на какие-то команды, на какие-то реплики, то, значит, как бы эта штука, она, грубо говоря, просто программа или там кусок пластмассы. Вот. На самом деле, конечно, это вопрос спорный весьма. Спорный он потому, что любой человек, да, он проходит какие-то стадии обучения. Маленький ребенок, соответственно, это довольно примитивная машинка, если его разглядывать так вот довольно пристально, убрать все там ми-ми-ми и так далее, да, или наоборот там отвращение по желанию, то мы увидим довольно примитивную биологическую машинку, то есть примитивную в этой фазе, когда он совсем маленький, то мы увидим эту примитивную биологическую машинку, которая не умеет ничего. Не умеет ходить, она не умеет говорить. Считалось в какой-то момент развитие человечества, что маленькие дети не чувствуют и боли и так далее. То есть, ну, такие свойства, как чувствование боли и так далее, обычно они, естественно, чаще всего приписываются тем организмам, которые не способны никак вступать в какую-то коммуникацию. Если существо говорит, мне больно, то значит, ну, как бы ты еще задумываешься, может, правда, ему больно. Но если это существо говорит на каком-то чужом языке, ну, например, китаец говорит, европеец, мне больно, да, ты слышишь какую-то абракадабру, и ты думаешь, что, наверное, этот человек просто кривляется, просто обезьяничает. Соответственно, какая-нибудь настоящая обезьяна, если она испытывает боль, она там стонет, кричит, катается по земле, корчит рожу, гримаса строит. Соответственно, можно подумать, что эта обезьяна просто занимается какой-то глупостью, что она кривляется, и больше ничего. Но если знать жизнь обезьян, внимательно следить за их поведением и так далее, можно понять, что это боль. Что вот это вот поведение характеризует боль. То есть, на самом деле, опять же, возвращаясь к биологическим видам, если мы берём маленького ребёнка, который не может с нами коммуницировать, мы довольно смутно можем, если, допустим, вы ничего не знаете о биологическом виде человек, и вы видите такое существо перед собой, скорее всего, вы решите, что это существо, если вы, конечно, поверхностно думаете, то вы решите, скорее всего, что это существо какое-то неполноценное, что оно много чего не чувствует, что оно мало что умеет. И значит, соответственно, оно не наделено разумом. То, что оно может вырасти, развиться и чему-то научиться, это довольно сомнительная опция, скажем так. А вдруг нет, а вдруг не может научиться. То есть, для этого нужно уже прослеживать целый процесс развития этого существа, прослеживать фазы. А также, как вы знаете, есть эффект Маугули, то есть, есть эффект того, что это существо может ничему не научиться. То есть, всё зависит ещё от окружающих его обучающих программ. Если эти программы отсутствуют, а есть только вой волков и усвоение каких-то инстинктов, охоты того сего пятого-десятого, то, значит, это существо может научиться только этому, только вот этому комплексу, вот этого поведения. Больше ничего. То есть, у него огромный мозг, он может усвоить массу информации, но вокруг него только волки. Значит, оно ничего не усвоит, и вот будет только этот волчий язык иметь в голове. И, как мы знаем, самое страшное, что эти Маугли, которых вытаскивали из волчьих семей, они ничему не научились и умирали в него, ну, в смысле, уже в человеческих руках, они просто умирали. То есть, они не были абсолютно приспособлены к дальнейшей, так сказать, переработке информации, к дальнейшему обучению или к переобучению. Они не способны, то есть, раз усвоив информационный блок, они уже, этот блок вписывался раз и навсегда в мозг, соответственно. То есть, это установочная программа, да, операционная система. Вот этим детям была инсталирована операционная система Волк. Если устанавливается операционная система человек, значит, это существо, оно уже ведет себя совершенно иначе. То есть, изначально мы имеем просто биологический объект, имеющий там четыре конечности, там, голову и так далее, и так далее. И в него надо инсталлировать эту операционную систему. Если эта операционная система не инсталлирована, мы можем смело сказать, что интеллект или очень низкий, или его практически нет. И представим себе, что такое существо, оно находится вообще в изоляции, да. То есть, мы можем поместить младенца, в теории, разумеется, в некий бокс, в котором не будет ничего, никакого общения даже с волками, даже с тараканами. Что этот младенец, ну, мы будем его кормить, поддерживать его жизненные функции. Ничего ему не давать, никаких игрушек, никак с ним не общаясь и так далее, и так далее, и так далее. Только поддерживать жизненные функции. Значит, из этого младенца вырастет что? То есть, он будет физически расти, увеличиваться в размерах, он, может быть, даже усвоит какие-то примитивные движения, то есть, может быть, он сможет поползти когда-нибудь там и так далее. Но это и всё. Это и всё. Он не будет говорить, он не будет никак коммуницировать с миром. Да, он будет испытывать боль. Если ткнёшь, то, наверное, он заплачет. Да, если ткнуть иглой, то да, он заплачет. Это всё. Вот на этом уровне весь его интеллект заканчивается, вся разумность его заканчивается. Такая вот вводная часть, очень длинная, нудная, но для того, чтобы этот фильм разобрать, потому что вопрос искусственного интеллекта очень сложная вещь. Да, что такое искусственный интеллект? Что такое интеллект вообще? Для того, чтобы понимать, что такое искусственный интеллект, естественно, надо знать, что такой интеллект не искусственный, природный, естественный. Я сейчас попытался очень-очень грубо, очень примитивно набросать, что за этими всеми вещами кроется Можно даже вспомнить еще одну вещь, в связи с этим совсем уж очень любопытную Проводились опыты по разделению мозга на две части Представьте себе, что такие опыты проводились на самом деле И в этом случае уже это все касалось вопроса, что такое я И вот когда мозг разделяется определенным образом, то это я, оно как бы разделяется на две части То есть это еще тоже любопытнее всего, что эти два полушария можно разделить И каждый из полушарий будет думать, что оно и есть я Ну, значит, делить их еще больше, как-то, в общем, совсем нереально с биологической точки зрения А вот такое разделение, да, оно имело место Об этом можете почитать, собственно говоря, в сети, об этом много чего написано Вот, и когда мы сталкиваемся с такими парадоксами, что такое я, что такое интеллект, что такое обучение То мы поневоле призадумываемся, что такое искусственный интеллект, естественно Если это программа, которая обучается нами же То если она имеет свойство обучаться Значит, ее в какой-то случае можно считать действительно интеллектом Потому что если она не может, не умеет обучаться Не умеет усваивать те вещи, которыми ее пичкают Никак на них не реагировать и никак не развиваться Значит, это не интеллект, значит, это просто игрушка Если как бы есть система ввода данных И эти данные не просто пустая трата времени А с этой программой после этого что-то происходит Каким-то образом она реагирует Начинает, так сказать, определять цепи логические Что вот это значит это, а вот это это И это можно связать так-то с этим Даже на уровне текста Это уже в каком-то смысле искусственный интеллект В фильме «Экс-машина» Наконец мы добрались до фильма «Экс-машина» Уж извините за очень долгое вступление Ну, потому что тема, я повторяю уже четвертый раз, что тема сложная Я вообще не хотел бы в этом фильме говорить как просто о какой-то хуйне То есть на уровне там нравится-не нравится Боевик-не боевик Стильный антураж или что-то еще Нет, меня, конечно, интересовало в этом смысле именно вот это Вот сторона Меня также в связи с искусственным интеллектом Всегда интересовала этика Намного больше, чем, конечно, эстетика Те, кто эстетику воспринимает в первую голову в этом случае Ну, я их не осуждаю, но считаю, что это взгляд поверхностный Значит, мне совершенно все равно, как этот фильм снят Мне совершенно все равно, как эти актеры играют Мне совершенно все равно, как выглядят 3D-модели, антураж и так далее, и так далее, и так далее То есть я подхожу к этому фильму не как к кинопродукту, а как к истории Собственно говоря, как к иллюстрации того же теста Тьюринга Раз уж он упомянут каким-то образом этот тест Тьюринга В этом фильме он педалируется всячески То есть главный герой у нас, в общем, такой эксперт приглашенный Который должен инициировать этот тест Тьюринга для умной машины Для того, чтобы она сдала экзамен на ум, на интеллект И, значит, она в конце концов, я сразу делаю спойлер, да, она сдает этот экзамен Так или иначе, она его сдает, естественно, она сдает его блестяще Вот, вот, собственно, и всё Вся история фильма Что можно сказать Ну, конечно, фильм не профессиональный То есть его делали люди, которые не очень озаботились глубиной всех этих проблем Я их ругать за это не буду, потому что, ну, кинематограф особый жанр, да Это жанр, да, это всё-таки рассчитанный на огромное количество людей На массового зрителя И, соответственно, хотеть от кинофильма рассчитанного Такой кинофильм, да, это развлечение, прежде всего Рассчитанное на массового зрителя То, чтобы он был достаточно достоверным на сто процентов И при этом каким-то образом завладевал вниманием масс Это, наверное, просто нереально Абсолютно нереально Я помню, в связи с фильмом «Экс-машина» Я, конечно, вспомнил фильм «Праймер» Один из моих любимых фильмов В котором показана довольно достоверно среда учёных Таких гаражных учёных, которые у себя в гараже строят машину времени Строят они совершенно неромантично То есть там долгая болтовня на эту тему Сама машина времени, она выглядит очень, по-видому, реалистично Потому что она ничего общего не имеет Ни с какими фантастическими аналогами, прототипами Она очень научная, так сказать На такой очень научной базе как бы сделана что-то То есть когда ты смотришь этот фильм И прямо вот за счёт того, что всё так занудно, скучно, наукообразно, подано Ты как раз и начинаешь верить в то, что вообще возможно даже Построить машину времени в гараже И последующий парадокс со временем и так далее Они уже воспринимают с тобой Как чуть ли не присутствие при реальном эксперименте Наблюдением в замочную скважину За каким-то реальным экспериментом со временем Вот что такое достоверное кино для меня Но я помню, что как будто бы Праймер занял какие-то... То есть получил какие-то награды и так далее, и так далее Но я абсолютно не уверен, что люди... То есть что массы прямо вот сходили с ума от восторга И что прямо кинотеатры ломились от кучи людей Которые хотели на это посмотреть Я вот дико сомневаюсь Потому что мне показалось, что фильм из той категории Которая, соответственно, привлекать массового зрителя не будет Что же касается экс-машины, то он более сахарный Сделан более по голливудским канонам Хотя он камерный Действий там довольно малый Тоже много болтовни Но тем не менее интерьеры очень такие шикарные Все такое Схемы довольно традиционные Безумные ученые Его творение, которое выходит под его власти Сам ученый действительно безумный Потому что он буквально такой Как там называется? Барон синяя борода Или граф синяя борода Не помню, как это То есть некто, у которого в шкафу То есть просто как в сказке У синей бороды была какая-то комната секретная Где были, соответственно, трупы женские А у этого, по сути, тоже трупы в шкафу Скелет в шкафу То есть просто все настолько Настолько архетипично, метафорично Одновременно просто Максимально просто Для того, чтобы дурак все понял Вот И поэтому, конечно, все ходы Художественные ходы Повествовательные, сценарные ходы Они для меня лично были как на ладони С первых минут я понял, что будет Раз робот-женщина Значит, будет какой-то роман Между роботом-женщиной И этим Экспертом И так далее То есть мужчина Он как бы условно мужчина Вернее, он реально мужчина Она как бы условно женщина И поэтому такое возможно То есть Опять же, робот-женщина И человек-мужчина Это тоже такой Очень распространенный Гэг в кинематографе Я помню кучу фильмов на эту тему Всяких просто Всяких Ну и наоборот Да, то есть Вспомним тот же фильм Там Роберт Где был мужчина-робот И, соответственно, женщина Которая Так до конца фильма Не могла понять Он живой или неживой Он робот Или это Какой-то Человек, который Настолько холоден Настолько циничен И вот так вот Он математичен Да И зачем же Была присвоена Еще эта вся Джендерная фигня Этому роботу Да Ну, как мы понимаем В конце Для того, чтобы Запутать Нашего эксперта То есть Ну, я думаю Как справедливо было сказано В одной из рецензий На эту тему Уж не знаю Кем написано Ну, я прочитал какие-то рецензии Что Конечно же Когда В первом мгновении Как только Робот И наш Эксперт Оказывается Наедине В комнате Мы То есть В этот момент Буквально И происходит Собственно Тест Тьюринга Да То есть Эксперт Он моментально Должен Сказать Что да Все работает Твоя машина Работает идеально Потому что Буквально С первых реплик Становится ясно Что Все работает Как часы Что да Эта машина Да У нее есть интеллект Да Она ведет себя Так сказать Осмысленно И так далее Принимает Какие-то решения То есть То, что мы видим Это на самом деле Никакой естественный Тест Тьюринга А нечто больше То есть Это как бы Что-то уже Перешедшее На какой-то Новый уровень Потому что Тьюринга Это не Что-то другое То есть Это просто Когда эксперт Следит Разговаривает Собственно говоря С чат-ботом Да И не видит Там вообще Кто сидит На другой стороне То есть Все очень примитивно То есть А вдруг Там сидит человек А вдруг Но там Как бы Может быть И не человек То есть Он Если Значит Соответственно Тест Может быть Пройден Только в том Случае Если эксперт Наш скажет Что да Наверное Там человек Сидит И Там Изобретатель Этой программы Он говорит Нет Это был не человек Это вот Моя программа Я могу Это доказать Вот так И так И так Вот такие Вот я вещи Написал Вот поэтому Она делает Так и эдак Здесь в данном случае Что должен был сказать То есть Здесь прямо противоположно Да Вместо Анонимного интерфейса То есть Ничего не значащего интерфейса С текстовым вводом Нам представляется Антропоморфная машина Которая То есть Она Вроде как Антропоморфна Вроде и машина То есть Поскольку у нее есть Прозрачная часть То мы сразу видим Что Это машина Конечно И вот Для чего это сделано Ну я не знаю Откровенно говоря Создатели фильма Наверное Преследовали Может быть Какие-то эстетические Цели В этом случае А может быть Нет Да Может быть Все было хитрее В этом смысле Может быть Это как раз Гибрид человека И робота Потому что Лицо Очень человеческое А все остальные части Соответственно Машинные Должно было Настраивать На определенные То есть Вводить в определенный Контекст То есть Это как бы Черный ящик Который демонстрирует Тебе свои потроха Да Вот смотрите Вот так все функционирует Грубо говоря Это там Собака Павлова Которая Абсолютно Прозрачная Собака Павлова Которая Проглатывает Кусок Там И вот видно Как этот кусок Идет там В горле И выпадает Из фистула Так Но В этом случае Правда Я не знаю То есть Я думаю Что это все Не функционально Конечно Естественно Как это могло быть По другому Но Но Если мы Абстрагируемся От Собственно Самой истории И посмотрим На это Глазами Реальности То есть В реальности Создатель Такой машины Который Намеренно Сделал ее Полупрозрачной Для того Чтобы Эксперту Были видны Ее потроха Он Должен Был бы То есть Эксперт Выбран не случайно Это не какой-то там Дядя Вася От пивнушки Да Это тоже Его коллега Собственно Который занимался Теми же самыми Вещами И поэтому Он С полпинка Должен был узнавать Смотри Вот это Вот это Деталь Вот это Вот это Вот там Она Вот так То есть Любой из вас Раскрыв Панель Вашего ПК Конечно Сразу понимает Вот это Вот там Видеоплата Вот этот Вентилятор Еще какая-то Фигня Вот здесь Вот она Так работает Всяк Работает Сюда Оставляется Вот этот Слот И так далее То же самое Должен был бы Этот эксперт Наблюдать В чреве Этой машины Да Вот эти Вот детали Правда Там Значит Нам Демонстрируют Изобретатели Все-таки Какой-то Ноу-хау То есть Какой-то Пластичный Мозг Специальный Который Является Собственно Мозгом Сердцем Так называемой Сетей Машины Да Вот в этом Самая главная Вещь Этот Мозг Удивительный Который Впитывает Все Как губка И так далее И так далее Правда Это уже В общем Значение Небольшое Имеет Потому Что Эксперт В принципе Должен Был бы Задаться Не очень Важным Вопросом Продолжение следует